Всем привет! С вами Дипт и сегодня вы узнаете, можно ли выжить в падающем лифте. Конечно, можно, если лифт будет падать со второго этажа. Ну, в теории, и не только со второго. После определенного времени полета лифт наберет стабильную максимальную скорость. Быстрее он не полетит, так как будет тереться о свою шахту и замедляться о воздух. Допустим, скорость падения равна 70 километров в час, что всего лишь на 10 километров быстрее скорости подъема самого быстрого в мире лифта. Это так, к слову. Вернемся к падению. Останетесь вы живы или нет, точно сказать нельзя. Но в одном можно не сомневаться, будет очень больно. Так всегда бывает, когда ломаются кости и рвутся внутренние органы. Есть несколько теоретических способов уменьшить урон. Первый – это подпрыгнуть перед самым ударом о землю. Способ нелепый, потому что, во-первых, вы не сможете точно подобрать момент прыжка, а во-вторых, это замедлит падение меньше, чем на 10%. Это все равно, что выпрыгнуть из окна на табуретке, а в последний момент с нее спрыгнуть. Есть еще один способ – согнуть ноги в коленях и ждать, что они самортизируют удар. Но не факт. Сами мы не проверяли, но, как считается, самый лучший способ уцелеть в падающем лифте – это лечь на спину. В падающем лифте. На спину. При таком положении тела удар равномерно распределится по всему телу, и это должно спасти вас от травм, опасных для жизни. Здоровье сохранить вряд ли получится. Так что, если будете падать в лифте, уступайте места на полу женщинам и детям. С вами был Дип. Хотите получать умные ответы на глупые вопросы? Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok